Ток-шоу о феминизме и библиотеке. У нас все-таки есть некоторое венчание. Поэтому, если вы хотите задать вопрос участницам, которых я сейчас представлю, вы, пожалуйста, поднимайте руку, и я к вам отправлюсь с микрофоном, чтобы очень быстро задать вопрос. И сегодняшние участницы – это Катя Харькова, феминистка и активистка, и создательница паблика «Бодипозитив». Не создательница, не отправляет меня Катя, извините. Не создательница паблика, администраторка паблика «Бодипозитив». На данный момент одного самого многочисленного паблика, посвященного феминизму ВКонтакте. Следующий участник – это Дарья Сирянко, создательница проекта «Тихий пикет». Я думаю, многие из вас с этим проектом сталкивались, взаимодействовали, читали в интернете. Наверное, все в курсе. Но Дарья, в любом случае, еще дальше расскажет. Алена Попова – она создательница проекта «Стартап Лумен», юрист. И еще параллельно она является создательницей проекта «ВСеть взаимопомощи женщинам». Анна Иванова – феминистка, активистка российского социалистического движения и движения «Левтфел». Елена Рыдкина – создательница проекта «Секс просвет 18 плюс», но еще параллельно сексолог и… Нет, секс-колочер. Секс-колочер, вот, простите. И следующая участница – это Амина Назарлиева, которая как раз-таки врач-сексолог, психотерапевт и специалист в Mental Health Care Center. Вот, и у меня, наверное, первый, самый такой достаточно… Все, я прошла через фазу мучительного представления, простите, у меня разговоры я назвала неправильно. У меня первый такой очень простой вопрос. Мы здесь собрались с большим количеством разных представлений о феминизме. И такой большой и очень важный вопрос. Расскажите, пожалуйста, на каких слонах стоит ваш феминизм? Вот какие-то вот базовые принципы, вот о чем именно конкретно ваш феминизм? Вот у меня есть один микрофон, и я, наверное, начну тогда… Даша, можешь начать? На слонах? Да, на слонах. Ладно. Ну, если речь о каких-то дефинициях, то я интерсекциональная феминистка, то есть меня интересует пересечение разных систем, угнетение по разным признакам, категориям, как это все отображается на конкретных субъектах. Я не знаю, еще я в шутку называю себя интерактивным феминизмом, но это распространенная особенность акции. Спасибо. Мам, можно Катя дальше? Я как администраторка паблика «Бодипозитив». Вот это у меня плакат, на котором я сегодня стояла на митинге, на феминистском митинге. И, в общем, как администраторка паблика я придерживаюсь мысли о том, что твое тело – твое дело, в чужие тела мы не лезем, все люди достойны уважения и достойны считаться личностями вне зависимости от того, как они выглядят. И также «Бодипозитив» говорит о том, что женщины более подвержены проблемам, связанным с их внешностью. Это что касается паблика. Что касается моей фемо-активистской деятельности, я тут скорее придерживаюсь ребятам радикального феминизма, но в целом хочу сказать о том, что я за объединение любых женщин со схожими идеями, то есть я за феминизм в целом. Спасибо. Спасибо большое. Можно передать микрофон Алёне? Ну, мой феминизм заключается только в одном, что женщины должны себя очень уважать, люди должны взаимо уважать друг друга. Мужчины и женщины равны ровно так, как это записано в Конституции, ровно так, как это вообще соответствует законам логики и природы. Я занимаюсь тем, что борюсь за это равенство. Я очень долго не называла себя феминисткой, потому что, как и огромное количество женщин в нашей стране, негативно относилось к этому слову. До ровно того момента, пока я не села и не изучила, откуда истоки этого слова, что означает сам термин, и за что огромные поколения женщин боролись с большим трудом. И что я сейчас сижу здесь в чёрном тяге, в общем платье, с распущенными белыми волосами, с брошью, в таком прекрасном обществе, заслуга тех женщин, которые отвоевали для нас с вами право жить именно так, не ходить с покрытой головой, получать образование и работать. Поэтому, безусловно, я стала относить себя к феминистикам. И считаю, что это надо нести гордо, с гордо поднятой головой. Вот на этих позициях я стою, но вообще я за полное равенство. Я за баланс и за равенство. Отлично. Амина? Спасибо большое. Я думаю, что во многом моя позиция привлекается с тем, что уже было сказано. И я, как психотерапевт, к сожалению, увидела на собственной практике, на собственном опыте, что, похоже, мы не способны решить проблему общества, похоже, мы не способны решить проблему насилия, похоже, мы не способны решить проблему психических расстройств в мире, без того, чтобы феминизм не стал чем-то нормальным в каждой стране по всему земному шару. И плюс к тому, у меня тоже была своего рода эволюция представлений о феминизме, близко к тому, что сейчас сказала Алена. И я думаю, что мы обе убедились на практике и в том, как это важно, поскольку мы работаем с похожими людьми и немножко с разных сторон. Спасибо. Лена? Всем привет. Спасибо, что позвали. У меня такая позиция. Я хочу, чтобы, возможно, больше людей перешли от категорий гендерных к категориям общечеловеческим и индивидуальным. Мне кажется, это что-то такое очень важное во всей своей деятельности, я к этому устремлюсь. Меня зовут Аня, и я стою на позициях социалистического феминизма, потому что социализм — это радикальное предположение о том, что все люди равны. И прежде чем прийти на сегодняшний вечер, я задумалась, прочитала очень интересную статью Амина о том, может ли женщина сказать нет. Она мне очень понравилась, но я задумалась и попыталась представить себе две разные ситуации. Первая ситуация — представим себе хорошую московскую квартиру, где-нибудь недалеко от того места, где мы находимся. Девушка в хорошем платье пришла с работы, например, она работает где-нибудь на воздвиженке банковским аналитиком. Она сама купила ужин в кулинарии, разогрела его, она поужинала, и молодой человек предложил ей заняться сексом. Она не хочет этого. Что она ему ответит? Да, конечно, она ответит ему нет. И это вполне естественно. С другой стороны, я представила себе другую ситуацию. Например, девушка в зоне АТО или девушка в зоне сирийского конфликта военного. Приходит домой, обнаруживает, что в ее дом вошли солдаты какой-нибудь из армии, и сейчас один из этих солдат, да, или, например, офицер, предположим, что-нибудь получше, предлагает ей, ну, некие отношения, да, и она понимает, что она должна заняться с ним сексом. У него с собой есть банка сгущенки, банка тушенки, а девушке, например, эту тушенку и сгущенку, скорее всего, купить негде. Что она ответит ему на предложение заняться любовью, да, на предложение заняться сексом? Я думаю, что она много раз подумает о том, что ему сказать, и, возможно, она не найдет в себе возможность, прежде всего, экономическую, материальную, да, сказать ему нет. Вот для меня очень важно это различие между двумя этими девушками, потому что очень часто мы не задумываемся о том, что наши простые базовые права определяются в том числе и нашему материальному положению. Вот социалистический феминизм занимается прежде всего тем, что пытается уравнять в правах девушку, которая находится в зоне сирийского конфликта, и девушку, которая находится в хорошей манхэттенской, московской или, не знаю, китайской, как-нибудь пекинской квартире. Ну все, теперь мы когда точно понимаем, когда говорит о феминизме, о каком именно феминизме идет речь, и следующий базовый вопрос, благодаря которому мы все здесь сегодня собрались и ждем ответа, что же на самом деле мы отмечаем, когда мы отмечаем 8 марта? Ваша версия? Может быть в том же самом порядке, в котором мы начинали, а может просто вы попадаете в какой микрофон? Ну, скажем так, я думаю, что мы 8 марта отмечаем как раз традицию тех женщин, которые боролись за то, что у нас сейчас есть, как правильно сказала Алена, за то, что мы можем здесь сидеть в брюках, в обтягивающих платьях, вообще так, как нам нравится, но еще не только это. Мы еще благодарим 8 марта тех женщин, которые позволили нам ходить на выборы, женщин, которые своей борьбой позволили нам зарабатывать, до сих пор меньше, чем мужчины, но все-таки хотя бы иногда сравнимо, и женщин, которые позволили получать нам высшее образование, и самое главное задумываться о том, где же еще заключается неравенство между мужчинами и женщинами. Я во многом согласна с Анной, то есть, да, действительно, мы феминистки в этот день вспоминаем достижения феминисток прошлого, но также в этот день, как говорила Клара Цеткин в 1910 году на Рожженевской конференции, нам еще нужно не забывать заявлять о том, что у нас до сих пор есть проблемы, с которыми нужно работать. То есть, это проблемы насилия, гендерного неравенства, угнетения, нарушения репродуктивных прав и так далее. То есть, 8 марта — это день, когда мы благодарим феминисток прошлого, когда мы празднуем сестринство и когда мы поднимаем вопрос своей видимости в том числе. Да, и это все, конечно, лучше мусберов, потому что в нашей аудитории это действительно может быть так. Вот я сегодня с плакатом как раз об этой проблеме, да, о том, как трансформировалось восприятие 8 марта. Я, к сожалению, по правилам, к счастью, по правилам акции никогда не понимаю, но я вам буду сочетать. Когда мы принимаем очередной цветок на 8 марта, помним ли мы о женских забастовках и борьбе в 19-20 веках? О женщинах, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы имели право голоса, право на образование и так далее? Помним ли мы, как долго женщина считалась хуже мужчины вторым полом? Так что мы празднуем сегодня? Женщина и украшение коллектива, в кавычках, своего полноправной части. И на второй половине плаката мне было важно поговорить с людьми в метро об одной песне, которую пели работницы на текстильной забастовке в Лоуренсе. Очень известная песня в 1912 году. Это песня «Хлеб и розы», которую многие знают здесь, наверное. И я взяла оттуда два куплета. И было интересно, что в метро откликались больше на стихотворение, на политический текст, потому что для них, для тех людей, женщин, с которыми я разговаривала, такой женщина, если бы разговаривала, для них то, что я написала на первой половине плаката, оказалось невидимым. То есть они это все прочитали, но такое ощущение, что их это не тронуло. И вот только политический текст заставил действительно поговорить об истории 8 марта. И у меня знакомые мужчины поздравили вчера, с которыми мы вместе немного работаем. Они поздравили меня за то, что я радую их внешний вид. И даже если я делаю это экстремально, я все равно радую. И, конечно, я не нашла, что ответить. И потом я увидела рекламу, что в этот день ты должна выглядеть прекрасно для него. И тут у меня тоже охватил такой трепет ужаса, потому что это единственный день, который я считаю своим, но я должна выглядеть для него, абстрактного его. И то, как представить 8 марта капитализм, это отдельная тема, болезненная, но про это тоже не стоит забывать. И про то, как медиа используют тренд 8 марта. А ты можешь, можно тебя попросить процитировать на просьбе? Да, здесь два куплета только. Мы шагаем вместе с сестрами, что умерли давно. Но их плач о хлебе слышен, в этой песне все равно. Они жили не любовью, не искусством, а трудом. Да, мы боремся за хлеб, но и без роз не проживем. Мы шагаем и шагаем, мы сражаемся не зря. Если женщины восстанут, то восстанет вся земля. Чтоб работу миллиардов не присваивали босса. Красота должна быть общей. Хлеб и роза, хлеб и роза. Перевод Кирилл Медведев. Для меня это день очень важный. Я не считаю его своим, я считаю его нашим общим. Днем, когда женщины могут говорить о своих проблемах открыто и объединяться, мне кажется, это день борьбы со стереотипами. У нас есть, мало того, что у мужчин есть стереотипы в отношении нас, еще в женском сообществе огромное количество стереотипов. Женщины ревнуют к успеху друг друга, женщины не умеют объединяться, ну и много-много всего. Мне кажется, в первую очередь, чтобы мы стали силой, а мы просто очень быстро должны стать силой, с учетом того, что к нам в Государственную Думу приходит патриарх и указывает Государственную Думу, что надо срочно пролететь аборты и так далее. Мы все видим, куда стремительно домкратом мы учимся. Поэтому надо очень быстро каким-то образом найти в себе силы объединяться. Вот этот день для меня день объединения. Я сегодня надела эту брошку, ее делает Аня Кучеренко. Это не просто брошь, это брошь, которая называется форс, брошь против домашнего насилия, насилия вообще. И я считаю, что это тоже своего рода посыл того, чтобы люди имели какую-то идентификацию. Мы сейчас идентифицируемся по признаку праздника 8 марта, мы объединяемся. Вообще-то, мне кажется, конечно, это очень важно, чтобы и мужчины, и женщины понимали, что проблемы женщин, как демографического большинства, проблемы всего общества, их вообще-то надо решать. Сообща, и мужчинам, и женщинам, и внутри нас тоже с вами. Это очень важно. Я, может быть, не очень правильно это сейчас артикулировала, но это боль внутри меня, потому что я не понимаю, как одна успешная женщина может, например, говорить другой женщине, я не феминистка. А другая женщина может ей говорить, как же ты не феминистка, ты же вот стоишь передо мной, много зарабатываешь, но это же уже означает, что ты на феминистических ценных сетях, я не феминистка, я это не люблю и даже не хочу это знать, говорят очень многие женщины. Мне кажется, вот это самая страшная фраза, даже не хочу это знать. И очень стыдно, да, вот правильно даже подсказывать, стыдно, когда некоторые говорят, я феминистка, и другие как будто отшатываются. Они отходят даже на безопасное расстояние, ближе к мужчинам встают. А если в коллективе есть мужчина, они очень часто смотрят на мужчину. Мне кажется, это тоже неправильно. Среди моих знакомых огромное количество очень успешных мужчин, которые очень активно поддерживают феминизм. Мы знаем, что, например, в Америке, я забыла, как называется это конкретное место, это водопады. Я забыла название самих водопадов, это первый феминистический съезд, который был проведен. И в организовывали очень богатые фермеры-мужчины, которые поддерживали своих жен в борьбе за их права. Я вообще-то считаю, что это очень важно. И когда женщина говорит, я не феминистка, не хочу это знать, и смотрит на мужчину, мне кажется, мужчина должен сказать, а я феминист. И горжусь этим. У меня на самом деле очень сложные отношения с 8 марта. Такие, можно даже сказать, болезненные. Я не праздновала его, собственно, со школы, когда все это закончилось. Показалось, как к чему-то совершенно унизительным. Ну, гендерные праздники, в принципе. И с этим было связано, в том числе, то, что я не копалась в истории праздника. И любопытным оказался этот факт, что когда меня позвали на это мероприятие, тогда был первый раз, когда я прям осознанно пошла, там, села в Википедии, посмотрела что-то. И было понятно, что там просто для меня лично, как-то очень много боли спрятано. И было прикольно сегодня отметить впервые этот праздник так, как нужно. У меня утром был так называемый секс-бранч. Ну, я просто периодически, раз в неделю, собираю людей разных, обсуждать там всякие важные, актуальные темы на тему сексуальности. И сегодня у меня был бранч, на котором было поровну, впервые, поровну мужчин и женщин. Это была тема женского удовольствия. И мне было очень приятно видеть, как там женщины и мужчины были наравне уязвимы, были готовы обсуждать, делиться. И они обсуждали, как сделать так, чтобы женщинам было хорошо и комфортно. И мне это очень прям тепло от этого стало. Вот. Я надеюсь, что я продолжу эту традицию в каком-то другом виде. Спасибо. Для меня это тоже, конечно, праздник памяти о воле. Всех тех женщин, которые до нас проделали огромную работу. Кто-то положил свою жизнь на это, кто-то умирал раньше, чем не умирать. Чтобы сегодня мы пользовались всем тем, что нам досталось абсолютно просто так. Просто потому, что мы делись в удачное время, в удачном месте. И я хорошо знаю, о чем я говорю, потому что моя идея из Кавказа. И я по-прежнему наблюдаю, что происходит там. И какого положения женщины там. И я понимаю, что единственное, что может что-то изменить и дать женщинам шанс, это феминизм в этом отношении. Но с другой стороны, поскольку я, так сказать, проделала такой большой достаточно путь в этом отношении, то я начинала довольно банально, как и многие, наверное, в этой стране. У меня когда-то были представления о том, что девочка должна быть такой, как часто нам рассказывают, она должна быть. И я ждала на 8 марта цветов, комплиментов и подарков. И у меня было совершенно искаженное представление о том, что это за день. Я могла быть 15 лет назад одной из тех, кто в инстаграме написал бы, что это праздник весны замечательный. Вот, я думаю, очень хорошо, очень важно, что мы занимаемся просвещением, очень важно, что мы даем шанс таким, какой я была 15 лет назад, изменить свои убеждения, узнать, как все на самом деле. И поэтому, с одной стороны, я занимаю достаточно гибкую позицию в этом вопросе, потому что я понимаю, что те люди, кто сегодня настроены очень агрессивно, неважно, с какой стороны, они завтра могут быть настроены иначе, если им рассказать, если им объяснить. И в том числе, потому что я сама работаю во многом с насилием, мне приходится работать с насильниками, я очень много встречаю сексизма в обычной жизни, в профессиональной жизни. И это такая кропотливая, медленная, аккуратная работа. Я лично за последние сутки столкнулась с самыми разными вариантами поздравления, начиная с того, что какие-то коллеги мне писали, что ты такая милая, беззащитная, такая няшка. Какие-то писали, что ты знаешь, я очень ценю, какой ты профессионал и человек, хотя для меня не очень странно тебя поздравлять с этим днем, мне кажется, это как-то неуклюже. И я думаю, что гибкость, наверное, какая-то такая толерантность, способность принимать различия, в том числе те, которые нам не нравятся в других людях, она может быть очень полезна в том, чтобы нам помочь подбинуться дальше в этом вопросе, и не разругаться, и не подраться друг с другом. А лично я вчера встретила 8 марта, в ночь с 7 на 8, с своими коллегами. Я хочу рассказать совершенно замечательную историю, совершенно замечательную анекдот на эту тему. Я с собой даже понесла кое-что. Во, как нарубленная. Такая настоящая ток-шана книга. Кому-нибудь знакома вот эта штука? Понимите, кто знает, что это? Так, раз, два. Ну, в общем, где-то, я думаю, что... Может, и виртуально. Знаете, у кого очень плохое зрение? Смотрите. Похоже на какой-то ископаемый. Да, какие-то, что-то не знаю. Там уже чего-то не должно быть, оно просто не должно быть. Что-что? Упели все рассказать? А, все. Акули мне вчера предложили одну из версий, одну из версий, которую я слышала, это Акули-плавник. Но самое замечательное, что, знаете, кто об этом не рассказал? Мне об этом рассказали мои коллеги-врачи. Что это? Там было два врача-уролога. Это клитор. И мы уже довольно давно знаем, как он стал. Да. И это было два врача-уролога в компании со мной. Один травматолог, один анестезиолог и один онколог. Все отличники. Все большие умницы. Всем за 30. Все активно практикуют. В том числе, частично занимаются вопросами сексуальности. Вот. И мне кажется, это здорово демонстрирует, что мы разные, даже очень хорошие, важные члены общества, очень полезные члены общества. Они нуждаются в просвещении. Вот так я праздную 8 марта. Это максимальный вклад, который вам будет внести. Отлично. У меня поменяется очень много вопросов. Я вас не могу дополнительно. Но я немножко хочу ввести в сторону клитора сейчас разговор. Но я не забываю про клитор. У меня есть вопросы. Нет, у меня вопросы многие из вас сейчас подчеркнули и заняли такую достаточно патетическую позицию. Если бы не все эти женщины умирали, у меня бы здесь не было. Вот такую прям позицию достаточно грустную, скорбящую. И мне кажется, что позиционировать 8 марта как день памяти – это да. Но как мы можем использовать этот опыт для того, чтобы как-то двигаться дальше и посмотреть на то, как именно мы отмечаем. Амина как раз таки рассказала об одном способе отмечания, такой очень специфический. Лера тоже упомянула секс-бранч как один из форматов празднования. Вот как раз таки каждый из вас, в принципе, упомянул тот или тот формат празднования 8 марта. Вот этот коллективный опыт, как мы можем его по-другому выразить. И, наверное, у меня вопрос к Ане будет. В связи с тем, что 8 марта сейчас в том виде, как он сейчас существует, порождает достаточно большую эксплуатацию женщин, женщин, занятые в сфере цветочного, флористического бизнеса, допустим, и кондитерского, потому что за неделю до и за неделю после эти женщины, которые являются индивидуальным предпринимателем, они работают две недели до и после. Как нам с этими случаями празднования 8 марта можно взаимодействовать? Да, спасибо. Я просто вообще, когда мы говорим о том, почему мы здесь сидим, почему мы имеем возможность здесь что-то говорить, почему мы не ходим в хиджабе, где-нибудь там, не сидим дома в хиджабе и не варим суп. Вот очень простая формула, на самом деле вопрос, который пронизывает все наше общество, это вопрос о власти. И когда мы говорим о том, когда мы имеем какие-то возможности, лазейки для свободы, то это объясняется очень просто. Права не берут, в смысле права не дают, права берут. Это не нам кто-то дал права, потому что он очень добрый. Эти права были взяты, или мы имеем возможность сейчас взять эти права, сидя, например, в этой библиотеке, благодаря тому, что за нами стоит огромная армия трудящихся женщин. И на самом деле, действительно, единственное, чего боится власть, чего боится, не знаю, там, Государственная Дума, которая до сих пор не принимает все-таки закон об абортах, но вот-вот она примет, запреть аборт, но вот-вот она его примет, это страх перед тем, что эта огромная армия трудящихся женщин перестанет работать. И более того, на самом деле, женщины, как мы, наверное, все знаем, трудятся не только на производствах, не только они выращивают цветы, не только они ходят в офисы вместе с мужчинами, и не только они работают врачами, они еще выполняют огромную функцию, работу, которую Карл Маркс, я скажу это имя, назвал воспроизводство рабочей силы, потому что для того, чтобы вся наша экономика работала, для того, чтобы все эти винтики вертелись, нужно делать новых рабочих, нужно делать новых солдат, которые будут выходить и приносить прибыли, которые будут работать, которые будут штамповать детали, которые будут шить наши ботинки и так далее, и так далее. Кто делает этих солдат? Ну, мы знаем, кто их делает, их делают женщины, которые рожают детей, потому что мужская функция, к сожалению, здесь гораздо меньше, хотя многие феминисты... Ну, пока, да, тут как бы есть разговор о том, как это изменить, но пока, да, совершенно очевидно, что большая часть работы по воспроизводству вот этой вот рабочей силы ложится на женщины, это не только те 9 месяцев, что мы вынаживаем детей, это еще 3 года после рождения ребенка, да, этот декретный отпуск, который оплачивается почему-то только наполовину, а ясли у нас отменили в 2013 году, потому что... Ну, зачем женщинам ясли, да? Вот. Это еще и к воспроизводству этой самой рабочей силы относится, еще и горячий суп, который мужчина получит, когда он придет из дома с работы усталый, потому что ему же завтра надо снова идти на работу, да? Да, 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 это та самая работа, которую женщины выполняют. Ну, и там, последняя работа, которую, ну, да, и страх заключается в том, что женщины могут перестать это делать сейчас. Более того, текстильная промышленность переносится в страны третьего мира, где за этот труд можно платить еще меньше, чем, например, в странах первого мира. Да, это вот те самые найки, которые шьются, которые снимают классную рекламу про то, что можно быть сильной и поднять много железных этих самых гантелей, да? И там прыгнуть в длину очень хорошо. Но при этом сами эти найки шьются на скандально известных фабриках. Можно почитать книжку «Науми Кляйн на лобо», где она как раз рассказывает о том, в каких условиях женщины эти самые кроссовки шьют, да? И тут вот возникает, например, другой вопрос. Могу ли я быть феминисткой, которая заявляет себя как феминисткой, носит кроссовки вместо каблуков, да? И забыть о том, что на самом деле эти кроссовки были сшиты женщинами, которые рожают в цехах детей с ожогами на коже, потому что там рядом гладят форму вот эту, да, гладят ткань. Вот. И, да, это работа, это когда мы говорим о работе. А есть еще неоплачиваемая работа, тот самый двойной рабочий день, тот самый труд по воспроизводству, когда мы воспитываем детей, все-таки делаем из них каких-то людей, да, обучаемых. Это самый низкооплачиваемый труд в детских сайтах и начальной школе, который ни один мужчина не соглашается выполнять почему-то в России. Хотя, например, в Японии ситуация обратная и достаточно высокооплачиваемая работа в начальных школах считается престижной, и мужчина может заниматься вот этими детскими садами. Но у нас работа низкооплачиваемая, ее тоже выполняет женщина. Это труд уборщиц, который абсолютно незаметен, потому что, ну, кто замечает, что он каждый день в своем офисе, бизнес-центре ходит в чистый туалет, да. Вот. И более того, это уже совсем, да, как бы ниже низкого этот труд женщин-мигрантов, который в России просто никто не считает, никак не учитывается, да, и который выполняет ту работу, которую отказываются выполнять даже мужчины-мигранты. А это мы можем себе представить, какая работа. И вот здесь вот как раз проблема заключается в том, что если все эти женщины начнут объединяться, если все эти женщины вдруг осознают, что у них есть общие интересы, в том числе экономические, в том числе они могут шантажировать работодателя, то это вызовет просто катастрофический ужас, да. Это может парализовать всю экономику, это может парализовать всю работу государственных институтов, если завтра, например, все учительницы не будут на работу, и дети все останутся без присмотра, да. Вот что с этой ситуацией будут делать. И именно этим объясняется такой страх перед феминизмом, да, который озвучивают, например, самые публичные государственные идеологи, тот же самый патриарх, да, и те же самые люди. Ну, я думаю, что Алена больше немножко расскажет про то, как отличается оплата нашего труда, и почему женщины получают до сих пор меньше, чем мужчины. Ну, а вот я хотела бы дать такую вводку, да, вот о том, что наш труд – это не только то, что мы делаем на работе, это еще то, что мы делаем дома, это еще то, как мы работаем, расплачиваемся своими телами за то, чтобы продолжать человеческий род, да, это то, как мы расплачиваемся, например, своими эмоциями за то, чтобы муж был спокоен, придя после тяжелого рабочего дня и сказав нам о том, как его достает начальник, да, это тоже такой труд, который обычно не учитывается, хотя нам с детства говорят, даже девочка-то должна понять, да, и девочка всегда понимает гораздо лучше, чем мальчики, да, и по своему опыту в политическом активизме я знаю, что, да, вот девочка, она не может себе позволить хлопнуть дверью и поругаться, она всегда должна всех помирить и сделать так, чтобы все-таки что-то случилось, да, вот мальчики, они могут быть героями, они могут быть классными, вот, ну, такая позиция. Вот как раз-таки, наверное, я тогда сначала переадресую вопросы Амине, а потом, Амин, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, вот это разделение на мальчиков и девочек, которые сейчас, это одна из летов, к которым мы можем уйти, скажи, пожалуйста, вот это, оно полезно для психики вообще, в принципе? Да, в общем-то, на самом деле, не совсем так, к сожалению, да, есть не очень много вещей, не очень много особенностей, которые нас действительно отличают от мальчика, да, если говорить о детях, есть какая-то специфика того, как мальчики следят за предметами, насколько девочки дольше могут устанавливать контакт глаза в глаза, дети могут выбирать сами самостоятельно какие-то виды игр, они могут предпочитать, может быть, какие-то цвета, по большому счету, на этом все заканчивается, потому что дети рождаются в приблизительно одинаковых темпераментов, вне зависимости от того, они мальчики или девочки, и дальше это может более-менее совпасть с теми установками, которые их нарушают, например, более уязвимая девочка, более тревожная девочка, если она будет слышать все о своем детстве, что девочки должны быть покладистыми, мягкими, бесконцитыми и так далее, для нее может быть это как-то органичное и понятно, и знакомо, а если эта девочка сорванет, что совершенно нормально, то, безусловно, она будет оказываться в старикатах в ситуациях с окружающим миром, если ей будут диктовать, что ты должна быть покладистой, ты не должна спорить, ты должна улыбаться, ты должна правиться, она не будет это делать, что она будет чувствовать? Она будет чувствовать самое детство, что она глубоко ненормальна, она с этим вырастет, дальше все, дорога, и это будет подтверждать окружающий мир, если у нас в обществе будут поддерживаться вот такие установки, какие есть сейчас. То же самое с мальчиками, это может быть мальчик с рванец, и тогда ему будет легче оказаться в таком обществе, как наши, а это может быть более чувствительный мальчик, склонный, не знаю, к искусству больше, чем к точным наукам, и тогда у него будут проблемы, вероятно. Поэтому очень важно, чтобы мы были и здесь очень гибкими, и мы не загоняли детей в эти рамки, и мы принимали их такими, какие они есть. Ну, это одна из частей вот этой работы, про которую как раз таки упоминала Анна, это такая неоплачиваемая работа, да? Да, да, да. И я просто хотела... Да, да, я прошу. Если я правильно поняла, хотела закончить, мне кажется, это очень важная мысль. Во многом воспитывать девочек, быть покладистыми, никому не говорить «нет», быть уступчивыми, мы даже не подозреваем, как мы воспитываем в ней жертву сексуального насилия через несколько лет. И когда ее тронет первый дядя, родственник, учитель в школе, она не придет к вам, если вы родители, и она не расскажет об этом, потому что она будет чувствовать что-то очень странное, что-то ненормальное происходит, или она не будет понимать, что что-то ненормальное происходит, или она не будет знать, как об этом рассказать, она не будет знать, как сказать «стоп». И вот эта вот «хочу-не хочу» вот эта структура, да, то, что связано с формированием «я» у детей, на самом деле, она где-то на втором-третьем году жизни формируется. Если забивать девочек, вы не увидите и в 30, и в 40, и в 50 лет, что у нее это сформировалось. Я как психотерапевт это вижу постоянно, мы начинаем это доделывать уже во взрослом возрасте. И что я вижу? О которых мы говорили ранее, и это, мне кажется, очень важно. Да, ты как раз проговорила очень важную вещь. Алёна, подскажи, пожалуйста, ты же сместила свой ракурс внимания только с чисто такого экономического инфармента, да, то есть поддержки женщин, которые занимаются предпринимательством совсем недавно в сторону домашнего насилия. Как это произошло, и с чем связано так внезапно, ну, вот эта поля радикализация твоя. Радикализация, это громко сказано. Да, и можно сначала про экономику скажи. Я вообще считаю, что мы все с вами станем независимы тогда, когда мы будем все-таки, я здесь ближе к левому феминизму, конечно же, экономически независимыми. Я хочу просто, перед тем, как скажу о своей самой больной теме, сейчас о домашнем насилии, поскольку мы бьемся за конкретный закон, я его соавтор, мы головами, я просто всем вам здесь обещаю, будем пробивать все потолки, лично я сделаю все, чтобы этот закон приняли, даже если надо будет на это всю жизнь потратить, его все равно примут. Но экономическая история в нашей стране страшная. 30 миллионов граждан живут за чертой бедности, то есть ниже прожиточного минимума. Сейчас все представьте себе, прожиточный минимум в России 9 тысяч, по-моему, 361 рубль. Люди живут меньше, на меньшую сумму. Минимальный размер оплаты труда, так называемый МРОД сейчас, 7 тысяч 500 рублей. А с июля месяца, вы знаете, повысили, будет 7 тысяч 800 рублей. Вот я знаю женщин, поскольку я сама из Сибири, я росла между Сибири и Уралом, и я совсем не из Москвы, я знаю, как живут эти люди, мы так жили. Это очень тяжело на эту сумму выжить. А на эту сумму живут многодетные семьи, 70 процентов. людей, которые живут ниже прожиточного минимума, то есть за чертой бедности, это женщины с детьми, это пенсионеры, которые отдали свой трудовой стаж для того, чтобы нам было что кушать, нам было что надевать, на чем ездить. Это трудовые пенсионеры, пенсионеры, между прочим, ветераны, воин, не только Великой Отечественной, но еще бывают чеченские воины, афганские воины, это могут быть вдовы офицеров, это женщины, которые тянут на себе семьи, которым нечего есть. Это вот такая у нас экономическая история. Еще одна история заключается в том, что вообще-то женщины образования, мужчины, по идее, должны получать больше. У нас 16 миллионов женщин образованы, иметь высшее образование, мы не с одним, и 12 миллионов мужчин. Разница, все-таки, в 4 миллиона. Теперь по демографии. Нас с вами 78 миллионов, мужчин 66 миллионов. То есть мы абсолютное демографическое большинство. А если мы посмотрим, вот абсолютно верно было сказано Аней, что разница в опласть труда от 37 до 27 процентов, и 70 процентов низкооплачиваемого по труду, это женщины. И у нас, знаете, как профессии считаются? Если много женщин, это низкоквалифицированный труд. Вот так оценивают экономику в России. Где там много женщин, бухгалтеров много женщин, ой, это низкоквалифицированный труд. Где мужчин много, в совете директоров, финансовых директоров, ой, это высококвалифицированный труд. Вот именно поэтому я считаю, что нам с вами надо заниматься очень плотно социальным равенством и обязательно экономическим равенством. Потому что это правильно, когда мы подтягиваем людей к очень хорошему уровню жизни. Давайте о домашнем насилии коротко скажу. Я не знала, что у нас есть в стране такая проблема. Я росла в семье, где никого никто никогда не бил. И поскольку я с 13 лет сама зарабатываю на жизнь, у меня вообще никогда не было никакой ни от кого финансовой зависимости. Я вообще не представляла, что кто-то может поднять на меня руку. И вот три с половиной года назад мне позвонила моя подруга, которая находилась на последнем месяце беременности, а ее ногами в живот избил ее сожитель. Она живет в другом городе, она позвонила мне, у нее был такой мертвенный голос, она была в реанимации. Я приехала, увидела мясо, то есть я не увидела своей подруги, я увидела нечто синее, нос был переломан, ключица была переломана, то есть там было тело, тело очень плохо говорило. Я это вспоминаю до сих пор, у меня до сих пор мурашки по коже. в коридоре стоял эта сволочь, извините, который ее избивал ногами в живот, она потеряла ребенка, больше не может иметь детей. Я выбежала ему в лицо, сказала, что я тебя разными словами посажу. До этого я еще даже не училась на юриста. Я вернулась к ней в палату, она мне сказала, взяв руку, не трогай его. Она сейчас с ним жива. Эта история, ну и вообще вся эта ситуация заставила меня вообще посмотреть на то, что происходит вокруг меня. Очень многие годы для меня тема домашнего насилия была вообще закрыта. Ну я живу по-другому, мне оказалось среди моих знакомых никого, никто никогда не будет бить. И после того, как я узнала, что практически каждая четвертая женщина в России подвергается домашнему насилию, что среди моих знакомых каждая четвертая, я проверяла это, клянусь вам на практике, я приходила на всякие встречи, говорила, девочки, ну знаете, дурная статистика, наверное, она дурная, такая дурная, кто-то ее там выдумал, скажите, били кого-нибудь? Каждая четвертая в среднем. Потом я узнала, что оказывается в стране нет определения домашнего насилия, нет закона о домашнем насилии, до сих пор нет охранного ордера, то есть если меня бьют, я не могу сказать, я не хочу, чтобы эта сволочка мне подходила, нет такого. Вообще, да, или ты звонишь в полицию, а тебе говорят, вы знаете, вызывайте у нас, когда будет труп. Мы все помним этот случай в Орле, когда девушку убили, приехали, хотя она вызывала заранее полицию. И вот мы стали биться за этот закон, наша петиция набрала больше 270 тысяч подписей за закон. Мы, как авторы законопроекта, ходим сейчас ножками к депутатам и к сенаторам. И после мы бились, естественно, против декриминализации, считая это просто выносом мозга недопустимым и никаким образом неадекватным поступком. И именно из-за случая своей подруги я пошла получать второе высшее как юрист и учусь на адвокатуре именно по статьям, которые касаются домашнего насилия. Поскольку я считаю, что тогда уже надо окончательно становиться профессионалом в этой сфере, иначе я не могу никак это защищать. И вот теперь действительно фокус сместился на то, чтобы у нас с вами появился все-таки закон, который нас защищает. А судя по статистике здесь есть среди нас те люди, которые либо сами, либо через знакомых сталкивались с проблемами домашнего насилия. Нас, конечно, надо защищать. Можно ли тогда передрессу этот вопрос? Потому что как раз таки буквально недавно и я думаю те, кто следил за событием на фейсбуке, организаторы мини-фестиваля, они размещали материал про тихий пакет, который там где как раз таки далее рассказывает про случай обсуждения плаката, который связан с домашним насилием и метро. Ты можешь подробнее рассказать вообще о чем тихий пакет, как часто тихий пакет соприкасается с тем феминизмом домашнего насилия и других тем и вот так как это работает? Да, хорошо. Ну, тихий пакет про феминизская акция, то есть я об этом говорила с первых дней. Устроено очень просто. Мы ходим с плакатами, но плакаты не удержим демонстративно на уровне груди, то есть в режиме я показываю, я транслирую, а мы его держим так, как я его держу сейчас, либо на сумках, на рюкзаках, либо любым комфортным для участника или участницы образом. И эта смена как бы установки плаката, перестановка плаката, она помогла открыть какую-то просто прорву коммуникаций в метро, когда люди, которые обычно может быть заглядывают другим людям через плечо, что они там читают свои книжки, точно так же начинают читать твой плакат. Я иногда, когда я иду в метро, я часто еду стоя, и он вот так вот и бесит, и весь вагон сидит. Вот так, чтобы прочитать, что там написано, и вот это усилие и сопротивление часто потом для людей задавать вопросы, возмущаться, радоваться, разговаривать, пожимать руки, плакать. И тот случай, про который ты упомянула, там был плакат именно про изнасилование, потому что насилие у нас тоже очень много плакатов, но именно тот плакат был про изнасилование, потому что насилие всегда виноват только насильник. Казалось бы, такая простая истина, но по статистике 50% граждан думают по-другому. 54, да, 54, 55, что-то такое. неважно, как была одета изнасилованная девушка, но это никак не является никаким вообще фактором для того, чтобы перевешивать, как бы, винить жертву или где она была и сколько она пила, но в общем про это был плакат. Напротив меня сидел мужчина с дипломатами, даже тяжело не рассказывать эту историю, это, в принципе, была самая тяжелая коммуникация за все время, одна из самых тяжелых. И он на меня стал кричать, вы пропагандируете изнасилование, у меня дочь, и вот если она выведет ваш плакат, она же будет одеваться, как она хочет, и ее изнасилуют. Тут у меня случился какой-то коллапс в голове, но я пытаюсь с ним вести диалог, это принципация, мы пытаемся вести диалог, иногда ведем диалог, иногда пытаемся вести диалог. И я говорю, ну как же так, в общем, приводила аргументы, и тут он говорит, это вот сейчас, вот я к любой женщине обращусь, это согласится со мной, вот ты, к женщине слева, ты на чьей стороне? И вот это прям как к тук-шоу, я на ее стороне. И тут оказалось, что вообще женщины как бы на моей стороне, а тут оказалось, что еще рядом едут какие-то банки с фотоциклом, или с чем-то реки ему, и они тоже так ползают к нам вместе с этой аппаратурой, чтобы включиться в диалог, и они такие, да, вот мы на стороне, но этот мужчина, он начал, ну как бы мы все разговариваем, потом кто-то принял его позицию, кто-то принял мою, подключилась половина вагона, мы все стали, но это, кстати, было совершенно не смешно, потому что женщины стали рассказывать о случаях своих, как их изнасиловали, кто-то мне на ухо, кто-то вслух. этот мужчина встал, он начал говорить, как у него, вот тот мужчина, который завел разговор, он встал и начал говорить о том, как у него в 90-е убили жену, что она сама виновата в том, что ее убили, то есть вы представляете, она виновата в том, что ее убили, она вышла на улицу в 90-е, в бриллиантных сережках, в шубе, и он как бы в истерическом состоянии был этот человек, когда мне все говорил, и он вышел, но он сказал, что вот, привел какую-то стату из Евангелия, из Библии, в принципе, про то, что я какой-то пророк, я не знаю какой, который ведет с собой людей, но ведет их, ну, как Сусаня, короче, так правда, вот, и он вышел, а мы остались с вагоном разговаривать дальше, и две женщины, и плюс я, мы начали плакать, и мы обменивались какими-то контактами, визитками, панки нас обнимали, в общем, так мы доехали до конца ветки, рыжей, и это вот только один из немногих случаев коммуникации, с некоторыми людьми мы общаемся, некоторые люди после таких разговоров сами начинают ходить с плакатами, есть люди среди уже два зала, кто ходит с плакатами, и даже сегодня я видела девушку с плакатом на рюкзаке, и это, конечно, удивительно вообще, что все это случилось, вот так, у нас примерно 50 плакатов было домашнего социального насилия. Даша, спасибо большое, что рассказала, извини, если я тебя заставила чувствовать некомфортно, я не имела в виду. И как раз таки о свободе выглядеть, как ты хочешь, я, наверное, тогда адресую этот вопрос к Кате. Катя, пожалуйста, можешь мне рассказать о том, как конкретно бодипозитивизм связан с феминистской повесткой, бодипозитив, ну и вообще, в принципе, про фондарты красоты, наверное, я бы хотела услышать, потому что это самое популярное пожелание, которое мы слушаем, оставайтесь такими же красивыми, будьте украшениями коллектива, ну там, еще радовать своим появлениям, вот как это все, как с этим взаимодействовать? Бодипозитив это ребенок феминизма в первую очередь, то есть все идеи бодипозитива, они очень плотно связаны с идеями феминизма, так как феминизм, оставляя женщине ее личность, также говорит о том, что женщина вольна жить своей жизнью и не повторять и не жить по стереотипам, которые диктует ей общество. Что касается тех самых стереотипов, мы с вами живем в обществе и каждый из нас, каждая из нас проходит определенную гендерную социализацию с рождения. Это то, о чем говорила Анина, то, о чем говорила Анна и в принципе все девушки, то есть девочкам с детства говорят, ты же девочка, тебе нужно выполнять вот эту программу, мальчикам говорят, ты же мальчик, ему отводится роль лидера. В паре женщина-мужчина. И как это связано со стандартами красоты? Женщина в современном обществе становится не личностью по мере взросления и достижения репродуктивного возраста. Кстати, мы знаем, что с каждым годом повышается, точнее, понижается возрастная планка, при которой девочки начинают делать пластические операции. женщина представляет собой определенный товар, который обладает теми или иными характеристиками, то есть то, что удовлетворяет мужчин в патриархальном обществе. То есть женщина должна радовать взгляд, то самое пожелание на 8 марта, это оставайтесь такими же красивыми и радуйте нас всегда. кроме радовать взгляд, женщина должна быть милой, удобной, доброй в общении с женщиной, мужчина должен чувствовать поддержку, женщине право голоса не особо дается, если женщина это право голоса забирает каким-то способом, ее обвиняют в необоснованной агрессии, и в том, что в принципе не женское это дело, такими вещами заниматься, но и, конечно, репродуктивные обязательства, то, о чем говорила Анна. Да, действительно, женщины рожают и женская реализация по программе патриархального общества состоит именно в деторождении и в заведении мужа. Но при всем при этом, даже если ты реализуешься через создание семьи, через рождение детей, не знаю, через самые вкусные борщи на свете, через ублажение мужа всеми возможными способами, у тебя есть вторая смена. Вторая смена это смена красоты. Кроме реализации каких-то вот этих общественных функций, женщина должна быть красивой. Чем красивее женщина, тем она статуснее, поэтому мужчины хотят обладать красивыми женщинами, которые подчеркивают их статус, которые говорят о том, что да, этот мужчина мачо, он может позволить тебе вот эту красотку. А от женщины в любом ее настроении, в любом ее положении, она беременная, она больна раком, ей 12 лет, ей 60 лет, от нее требуется быть красивой и радовать взгляд. Именно так общество наше увлекает женщин. то есть мужчинам эти требования не предъявляются. Давайте с вами сравним на простом примере. Ухоженность, дресс-код, дресс-код каких-то компаний. Каким должен быть мужчина, чтобы его взяли на работу? То есть он идет допустим на собеседование или работает в офисе. Это выбритое лицо, это причесанные волосы, это подстриженные ногти и чистый опрятный костюм. При этом к женщине в аналогичной же ситуации требования предъявляются куда более серьезные. То есть ухоженность для женщины это макияж, это маникюр, это определенный наряд, это каблуки, которые никак не влияют на функционал женщины как работницы. Вспомним недавний скандал с сотрудницами аэрофлота. Расскажу вкратце для тех, кто не знает. Аэрофлот описал всех женщин бортпроводниц соответственно быть меньше 48 размера. То есть я сейчас встану и вам покажу. Я наверное 48, ну может быть ближе к 50 размеру. То есть если я была бы немножко еще потолще, то по меркам аэрофлота мне там не место. И бортпроводниц аэрофлот обязует носить каблуки. Обязует носить каблуки в рабочих ситуациях. То есть бортпроводница это та специалистка, которая должна помогать пассажирам в каких-то экстренных ситуациях, например, в ситуации эвакуации. И при этом она должна носить каблуки. К мужчинам таких требований нет. Это опять же говорит о том, что общество в нас женщина не видит личностей. Общество видит в нас вещей, больше вещей с определенными характеристиками, которые должны радовать взгляд. Собственно, бодипозитивная и феминистская повестка с этим борется. То есть мы также говорим о том, что каждый человек волен выглядеть так, как он хочет. И внешний вид человека ни в коем случае не должен определять отношения общества к этому человеку. Ну, как раз таки это одно из таких еще следствий. Той невидимой работой, о которой мы все говорили, должна очень быстро еще прийти в норму после того, как ты дала рождение после родов. У тебя стоит таймер. Три секунды есть вопрос. У тебя стоит таймер. У тебя должна быть фотка в инстаграме до родов и обязательно после. И мы гордимся вот этим, если мы успеваем засыпать форму. Еще и секс нам сразу же добавят. Ты еще должна испытывать оргазм. оргазм. Ну, кстати, о женской сексуальности более позитив тоже этим занимается. У нас есть девушки-специалистки. Вопрос именно о женской сексуальности поднимается крайне редко. Мы все говорим о сексуальности мужчин, мы все говорим о том, как нам надо выглядеть и что нам надо делать, чтобы мужчинам было хорошо. Но о том, что нужно женщинам, сравните количество запросов в гугле «Как удовлетворить мужчину, как удовлетворить женщину». Вы поразитесь результатом. Можно еще один вопрос? Ты можешь прояснить? Сейчас мы в последнее время видим тенденцию точно так же, как Найк взял на вооружение в образ сильной женщины, которая способна бегать 10-100 километров свободно от работы время. Расскажи мне, пожалуйста, как соотносится эта тенденция фас-сайз моделей с буль депозитивно. Плюс сайз модели. По-русски это толстые модели, то есть модели размера плюс. На самом деле модели размера плюс, если мы посмотреть на реальных людей, посмотрите друг на друга, плюс размер это 46-48 размер. Это то, что на подиумах происходит. Конечно, это хорошая тенденция, это позитивная тенденция, когда в модельный бизнес приходят реальные женщины реальных размеров. Но в этом есть и обратная сторона, потому что опять же все подходящее только тогда, когда она совершает обязательный набор каких-то процедур по уходу за собой. Не знаю, может быть, вы читали о том, что, например, худой женщине позволяет выйти, например, с немытой головой. Если женщина полная, то она такого себе позволять не должна ни в коем случае. То есть это всегда уложенные волосы, это всегда макияж соответствующей ситуации и обязательно одежда, которая подчеркивает достоинства, то есть большую грудь и скрадывает недостатки. то есть это бедра и ягодицы. Кроме того, нельзя забывать о том, что женщины фетишизируют. В принципе, любая женщина может стать фетишем. Когда я говорю о фетишизации, это объективация, это отсутствие, то есть убирание у женщины, у человека личностных качеств. Да, мы говорим о том, что есть плюс-сайз-модели это хорошо, но эти плюс-сайз-модели в принципе соответствуют тем же канонам красоты, которые существуют и сейчас. Это глянец, это ретушь, это правильно подобранный контуринг и свет. Да, я просто читала недавно про пластические операции, чтобы лицо было условно как у худой девушки. Скорость это когда заливают скулы, допустим, то есть вот когда ты в этом деле как-то задействована, ты можешь по фотографии увидеть уже вот у этой девушки допустим натуральный скул, у этой девушки скулы сделаны. и возвращаясь к теме вообще женской сексуальности, Лена, ты можешь пожалуйста рассказать про вообще существует такая вещь как сексуальный импавлемент в отношениях с женщинами. в каком смысле допустим у нас отношения между мужчиной и женщиной и как сместить ракурс понимания в сторону женской сексуальности начать ее спрашивать и слушать и слышать на самом деле здесь одна из ключевых вещей это для мужчин начать слушать и слышать и хотя бы принять базовую позицию о том что у женщины может быть что-то устроено как-то по-другому потому что порнография взращивает представление о том что женская сексуальность она ровно такая как на этих картинках и это ровно то что женщине делает хорошо что она от этого оргазмирует и бесконечно счастлива ну там типа мальчиков говорит что меня еще никто не был недовольным вот с другой чтобы они мастурбировали чтобы они изучали что им нравится изучали свои чувствители свои границы свои желания и учились собственно это обсуждать с партнерами но большая проблема заключается в том что как раз таки женщины учатся они готовы учиться 90% секс-тренингов посетителей секс-тренингов это женщины причем самых разных ну там понятное дело какая-то аудитория все еще достаточно значительная пытается там научиться ублажать мужчину чтобы он от нее не ушел но тут есть конкретные причины экономического толка что до сих пор женщины не очень могут нормально себя обеспечить и поэтому они все еще надеются на это это печально но тем не менее в принципе по всем мероприятиям которые проходят даже у нас там где про поговорить и там где про понять это женщины мужчины только про то где можно действовать какие-то вечеринки и я пытаюсь сейчас как раз поймать вот эту возможность начать говорить с мужчинами и это бывает непросто до сих пор нет критической массы мужчин достаточно объемной которая готова хотя бы начать говорить о чувствах начать говорить о том что надо обсуждать одна из самых распространенных стереотипов которые я встречаю чаще всего от мужчин что о сексе говорить не надо то есть как же делать надо делать надо порождает сразу использование каких-то стереотипов которые не работают в пользу женщины поэтому мужчинам учиться слушать и слышать спрашивать женщин учиться понимать себя и сообщать собственно пытаться настроить диалог каждый из вас сейчас рассказал такие просто ужасы кошмар просто и вот у меня такой вопрос может нам 8 марта как раз таки нужно собираться там себя порадовать любимую ну вот как-то может травма ну опять травма ну давайте лучше сеанс круповой мастер-бар отлично господи не забуду что у Лены микрофон может ли я хорошую историю расскажу я хочу хорошую историю рассказать я недавно ездила в Дагестан по очень плохой истории женского дизайна но строитель очень хорошую историю там есть совершенно уникальная девушка Мадина я про нее писала Мадина развилась с мужем а варка у нее двое прекрасных пацанов которых она водит с собой на тренировке Мадина занимается в абсолютно мужской боевой секции хочет стать чемпионом UFC это как это называется вольная борьба и это уникальная история потому что я вам хочу сказать во-первых я подчеркиваю на аварка у аварцев это не принято и папа Мадина поставили в очень такие условия когда все общество говорит что такое она делает это же твоя дочь останови свою дочь ей говорят ты же мать ну то есть все там в Мадине смешались все стереотипы мира включая еще определенную культуру которая есть на Кавкане и вот Мадина она есть в инстаграме она есть в фейсбуке найдите просто она очень красивая девушка сама по себе красота ее не только внешняя как это привыкло видеть общество она просто настолько светлая сильная добрая вот в плане она понимает что каждый может реализовываться так как он хочет реализовываться и из-за этого у них уникальная история в этом спортзале потому что кавказские мужчины придерживающиеся строгого ислама не могут трогать чужую женщину а им надо бороться а в зал другие женщины как вы понимаете не ходят с кем же Мадине бороться если она хочет быть чемпионом UFC то есть им надо бороться с сильнейшими и она стала с этими парнями дружить а чтобы с ними дружить ей надо перейти из области исламской этики в области абсолютно светской этики объяснить что вообще-то по закону мужчины и женщины равны и ничего не произойдет если мы занимаемся между прочим одним видом спорта ты можешь меня спокойно трогать и мы были с моей подругой журналистской писательницей Мариной Ахмедовой она человек который написал дневники смертницы вот после терактов в московском метро которые были она ездила в семье к этим женщинам которые себя здесь в московском метро взорвали прекрасные книги Марина сама тоже великолепнейший человек и журналист и мы были с Мариной в этом зале и спрашивали парней которые с ней занимаются с которыми она давно занимается а нормально ли вообще что она там занимается и сначала они краснели потом белели потом они говорили что ну в принципе это не женское совсем не женское дело они спрашивают что же такое женское дело и поскольку они все-таки находились в спортивном зале они не отвечали сидеть дома рожать они вот отвечали то что нам сказала Катя она должна быть красивой она должна быть музой я должен ее обеспечивать они начинали говорить что должна 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 и Мадина потом с нашего разговора с ними поговорила стала ездить к ним на бои она все время там со своими друзьями у них на боях они у нее и честно говоря в гряде на Мадину я понимаю что вот эта конкретная девушка одна аварка мама в Дагестане ломает полностью стереотипы огромного количества людей о том что там должна или не должна делать женщина она говорит о том что она личность личность может делать то что хочет любого пола мужчина женщина вообще любого пола которым личность хочет быть поэтому это вот хорошая история про 8 марта потому что вот Мадина как раз и говорит она пример того что женщины много веков воролись за это и у Мадины несмотря на то что она проживает на Кавказе докуда еще феминизм как мы понимаем не дошел у нее есть это осознание что она может это делать и она вы просто не представляете насколько в этом уверена что когда с ней сидишь реально ты думаешь что да действительно скоро на Кавказ точно придет феминизм да но если вот как бы говорить о 8 марта о таком празднике гендерного равенства разве не означает что должен быть ну как бы это праздник должно быть всех гендеров а не только женщин да вот эта вот гендерная дихотомия 8 марта вот что с ней делать что делать людям которые 100% не ассоциируют себя как женщин или 100% не ассоциируют себя как мужчин кто мне может на этот вопрос ответить ну собственно как я сегодня и поступила я просто объединила людей разных заставила их ну не заставила я предложила им поговорить я не представляла может горло поговорить на равных о том что в общем-то волнует у меня что значит как праздновать 8 марта если ты сто процентов не не ассоциируешь себя как женщина или если ты собрать как праздновать другой праздник который достался на среде тоже очень странные изменения 23 февраля тоже очень странно может быть нам стоит вспомнить об истории праздников и что 23 февраля это день защитника и защитница отечества когда он стал потом вот днем именно людей которые имеют какое-то непосредственное отношение к обороне государства то же самое из 8 марта нет это очень здорово если к женщинам в этот день присоединяются мужчины которые понимают насколько важна и насколько прибыльна для общества это здорово но все-таки мне кажется 8 марта нужно начать с рефлексии из воспоминаний о том как нам этот праздник пришел кстати сегодня в россии в 2017 году в россии избирательному праву для женщин поэтому вот мне кажется это вот вы говорили о том что все грустно таракизм там не знают нет давайте как-то отметим эту дату столетия избирательного права для женщин по моему отличный повод достаточно какого-то формата у нас есть большое количество утренников школьных празднований 8 марта 20 корпоративов я еще подумал ты же спрашивал еще про гендерно-небинарных людей вот ну как как вот я сейчас я праздную тем что я помогаю например делать этот фестиваль где мы можем об этом поговорить и вот формат фестиваля где люди которые не идентифицируют себя как женщин но солидарные с ними в борьбе и правах фестиваль это отличный формат для того чтобы солидаризоваться и вот мы тут все я надеюсь как-то взаимодействуем а восьмой марта школе просто от нас мальчика ставили к стенке другой стенки мальчиком каждому выдавали пульпану и шоколадное яйцо и по команде начали анжели нам вот так и это было так страшно потому что они этими шоколадными яйцами просто вот в нас убирались и после этого мы должны были сделать книг со мной в школе то есть эти три тысячи после седьмой ну шестой вот такое происходит у меня тоже вот как раз про школу да про школу я непосредственно болезнь для всех территорий не то чтобы болезнь а просто как бы моя основная профессия я учительница английского вот преподаю я не в общей образовательной школе преподаю я на вечерних курсах и вообще вчера собственно со своей группой подготовки коллеги мы провели замечательный урок посвященные 8 марта мы посмотрели несколько мотивирующих видео то есть очень такие простые для восприятия видео рекламы always может быть вы видели girls can девочки могут и почитали просто про историю праздника в адаптированном тексте с нужной лексикой то есть как бы совместила я приятное с полезным и дидактическим так вот мне кажется ситуацию действительно с вот с гендерным мира и сам школах нужно действительно менять нужно что-то делать но проблема остается в том что школа очень крайне консервативной и даже больше закрестенела в каком-то плане институт и туда довольно сложно продвигать вот такие какие-то идеи и нам остается надеяться на просвещение через те источники которые могут дети подростки увидеть то есть это интернет это какие-то медиа издания и так далее в общем наша задача как феминисток и как всех людей которые неравнодушны к этому в общем распространять информацию и повышать им создание остальных спасибо я бы хотела добавить что вам тут сказано что очень важно чтобы мы вообще разговаривали с людьми об этом самыми разными потому что ты иногда не представляешь какие убеждения какие опилки так например вчера да поскольку мы начали с того что все-таки а 8 марта это праздник который мы празднуем связи с тем вообще связано с темой власти употребление властью по большому счету да и положение женщин было связано с употреблением власти в отношении к ним в отношении были зависимы то я думаю что мы его должны праздновать чуть-чуть шире потому что есть масса людей сегодня которые оказываются в том же положении в каком были женщины сто лет назад когда праздник или чуть больше когда праздник начинался вчера например я со своими коллегами врачами я была крайне удивлена при обнаружив сколько гомофобов среди моих коллег и я занималась тем что я пыталась не спорить с ними рассказывать им о фактах почему например трансгендерность и гомосексуальность это нормально почему это не надо лечить почему лечение требует отдельные там очень редкие особенные моменты это связано с интенсивным дискомфортом людей по поводу того как они живут в собственном теле и и это удивительно потому что я вижу что люди не опираются на факты даже если они с очень сильным научным базисом даже если они профессионалы врачи даже с ним 15 лет вбивали в голову как важно быть безоценочным работе как важно быть сфокусим на то чтобы помочь человеку неважно какой он как он выглядит какой он практикует секс или что угодно еще чего пытается однако это и есть и это повсюду и вы удивились где работают эти люди какие-то родители врачи в клинике вот я думаю очень важно заговорить говорить спокойно говорить доброжелательно потихоньку потихоньку со временем количество перерастет в качество эти убеждения в головах каждого из нас будут меняться быть очень осознанным к такого рода убеждения по себе самому потому что я думаю что мало кто может похвастаться тем что он никогда в течение своей жизни не был сексистом или гомофобами или он не испытывал ненависти к людям по каким-то другим критериям не имеющим отношения к поведениям к постукам какие они являются на самом деле спасибо а вот у меня еще такой вопрос неужели ни у одной из вас нет каких-то положительных воспоминаний которые связаны с этим детским переживанием 8 марта потому что у меня в детстве это был единственный день сейчас внимание факт из личной биографии я же ток-шоу веду меня нужно использовать спиклюрует на этой теме у меня в детстве папа наверное и до сих пор это единственный день году когда моя дед пылесосит квартиру у меня семья из пяти человек у нас вообще-то три женщины в семье я не радуюсь на самом деле я сейчас признаю поражение как феминист вот в этот момент я такое очень своеобразное воспоминание потому что я росла в норильске ну то есть это очень холодно и 8 марта обычно это минус такой еще очень хороший там минус 20 минус 30 запросто вот и папа всегда притаскивает букет мимоз мне и вот этот букет мимоз это в общем-то единственная такая радость